Привет всем любителям бокса! Вы на канале Боксинг. Это прогноз на бой Давид Беновидис, Давид Ломье. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк данному видео. Поехали! Итак, 21 мая в Фениксе пройдет 12-раундовый бой. Давида Беновидиса и Давида Ломье. Этот бой будет за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Беновидис мечтает о бою с Саулем Альваресом. И вот если он победит Ломье, то станет претендентом по версии WBC. Как и ожидалось в линиях букмекерских контор, Давид Ломье идет полнейшим андердогом. Коэффициенты на его победу 12. 12 целых, друзья. И я думаю, что они будут только увеличиваться перед боем. В то время как на победу Беновидиса, минуточку, коэффициент 1.05. Поэтому, если кто будет готов поставить на Ломье, хотя я вам этого не советую делать, то ставьте, конечно же. А вот на Беновидиса придется в россыпи поискать и ставить на тотал, либо на конкретный раунд. Только так можно заработать. По-другому не получится. Начнем, пройдемся по боксерам. Начну с Давида Беновидиса. Он занимает восьмую строчку рейтинга. Ему 25 лет. Он американец с мексиканскими корнями. Является первым номером рейтинга Всемирного боксерского совета. Бывший двукратный чемпион мира. У Беновидиса по-прежнему нет поражений. Он одержал 25 побед. 22 завершил досрочно боя. Он выигрывал у таких боксеров, как Энтони Дироу, Роамера Ангуло, Джей Лава. Также он у Рональда Гаврила дважды выигрывал. Это тот парень, который, кстати, ронял Беновидиса в первом их бою. Ну, там такой флэш-нокдаун был. И не исключено, что в этом году он сразится также с Калибом Плантом. Это экс-обладатель пояса IBF. Так как у Канелла бои расписаны до конца года. И я не знаю, как там будет дальше. Ставит он пояса вакантными или будет защищать титул. Ну, вот, например, по WBC этого боя будет претендент. Также будет претендент по WBO. Будет бой Андраде. Вот, если Андраде победит, то Андраде будет претендентом тоже. Так что у Канелла с противниками нету отбоя. Вот. Беновидис свой предыдущий бой провел 13 ноября прошлого года против Кайрона Дэвиса. Он без особых проблем там одержал победу в седьмом раунде. Беновидис уже был чемпионом. Он лишился титула из-за положительного теста на кокаин. В бою с Энтони Диролом в 2019 году он титул себе вернул. А в следующем бою с Ангула он выиграл, но титул потерял. Это все из-за перевеса. Он парень большой и ему тяжело укладываться в рамки веса. Вообще, Беновидис отличается, ну, скажем так, необычным стилем. Сейчас объясню почему. Почему? Имея рост 184 сантиметра и размах рук 189 сантиметров. То есть, этот боксер мог бы спокойно в супертяжах выступать. Вот. Дэвид абсолютно не пользуется преимуществом в антропометрии. То есть, как ни странно, он предпочитает работу в инсайде. И у него очень высокая ручная скорость. Также у него солидная ударная мощь. Поэтому вы понимаете, что ждет Давида Ламье. Ну, перейдем к Давиду Ламье непосредственно. Он занимает 12-ю строчку в рейтинге. Ему 33 года. Он из Монреаля, из Канады. Начал он свою карьеру в далеком 2007 году. Потом он в 2015 году завладел титулом чемпиона мира по версии IBF. Но долго он себя почувствовать чемпионом не смог. Уже спустя 4 месяца он встретился с Геннадием Головкиным за объединенный бой. И уступил Головкину нокаутом техническим. В 2017 он был претендентом на титул WBO. Тогда этим титулом владел Билли Джо Сондерс. И Сондерс уверенно перебоксировал Ламье. В 2018, в сентябре, по-моему, в первом раунде Ламье нокаутировал Гарри О. Салливана. Хотя он был там также, кстати, андердогом. Но он его нокаутировал в первом раунде. И позже посыпались череды неудач, травмы. Из-за чего его поединки, много поединков было отменено. В 2019 канадец довольно-таки спорно победил украинца Максима Бурсака, который, в принципе, даже на около топа не тянет. И там Бурсак задал ему такой хорошей трепки. Два раза Ламье был в нокдауне. Хотя и сам Бурсак потом был один раз в нокдауне. Там был рейтинговый поединок 10-ти раундовый. И скажу так, я этот поединок смотрел несколько раз. И я не согласен. Там был спорным решением, раздельным решением победил Ламье. Ну, по мне, так, украинец все-таки забрал победу себе. Поэтому он тоже украинец габаритный такой. Там 1,83 или 1,84 рост его. Плюс он безударный. То есть безударный. У него там процент нокаутов 30. И если даже Бурсак, да, безударный, смог ронять Ламье, то что сделает с ним Бенавидис, у которого тот же рост, длиннее руки, у которого удар там нормально он выгатит. Ну, вернемся к Ламье. За свою карьеру он провел 47 боев. То есть внушительно. 43 выиграл, 36 нокаутом. И в 4 потерпел поражение. Два боя проиграл нокаутом, 2 по очкам. Ну, ни для кого, я думаю, не секрет, что Ламье находится сейчас на завершающей стадии своей карьеры. И вот если он проиграет Бенавидису, то, ну, я думаю, можно спокойно вешать перчатки на гвоздь. Ну, либо быть трамплином, да, для проспектов молодых. Рост Ламье 177 сантиметров, размах рук 178 сантиметров. Разберем немножко бой. Ну, теоретически, потому что я думаю, тут разбирать в принципе нечего. Посмотреть на котировки даже можно. Вот. Ну, что я могу сказать по ходу предстоящего боя? Ламье, в принципе, опытный боксер. Он опытный, техничный. Возможно, даже в техническом плане он превосходит Бенавидиса. Но удар Ламье держит плохо. И сможет ли он что-то противопоставить вот такому напору силе, да, которыми обладает Бенавидис? Ну, я не знаю. Вообще, Ламье боксер, который любит порубиться. Он не любит убегать, там, велосипедить. И тут для него, я думаю, будут проблемы. Большие проблемы принесет ему эта тактика, к которой он привык. Перерубить молодого, габаритного, который по силе превосходит американца, ну, ему не удастся. Это, ну, тут, ну, никак. Так, и боюсь, что все может вот закончиться очень быстро и плачевно для Ламье. То, что в бою будут нокдауны, так это точно. То есть, это 100%. Скорость, конечно же, у Ламье выше. Выше, чем у Бенавидиса. Но Бенавидис превосходит в габаритах, в силе удара. Кстати, у Ламье также присутствует динамит в кулаках. Он присутствует. Так что, если Бенавидис как-то там подставится, либо будет, так сказать, финтить, да, как он любит это, типа, бей меня, мне все равно, то, ну, Ламье может потрасти Бенавидиса. Ну, конечно, в победу Ламье я не верю. В любом случае, неважно, да, кто победит. Вне зависимости от исхода поединка, по очкам или нокаутам будет победа, да. Этот бой будет интересным. То есть, он будет зрелищным, интересным. Возни тут не будет, как мы привыкли в некоторых боях видеть. С клинчами, да, вряд ли тут это будет. Вот. Ну, перейду к прогнозу. Американский боксер ни разу в своей карьере не проигрывал. Вот. Ни досрочно, ни вообще. То есть, это насколько мотивирован парень, не знающий горечи поражений. И именно поэтому букмекеры дают относительно вот такой высокий коэффициент. Там надо срочное завершение поединка. Вот. Если Бенавидис сможет донести вот до соперника много ударов с первого раунда, вот начнет бомбардировку, то уже к середине боя, а возможно, даже там второй, третий раунд, Ламье может оказаться в тяжелом нокауте. Что, в принципе, я думаю, так и будет. Потому что, ну, Бенавидис, он даже бить слабо не умеет, по-моему. Все его удары, ну, с такой жесткостью происходят. Даже когда он бьет в блок, то есть, противника отшатывается. Там удар колоссального-то ножа идет. Вот. Тем более, у Бенавидиса, он не бьет одиночными. Он, бывает, бьет очень часто сериями. И вот этот тоннаж, который приходится там к концу боя, ну, он колоссальный просто. И для Давида Ламье наступает вот момент истины сейчас. У него была, ну, довольно-таки длительная профессиональная карьера, в которой, ну, хорошенько потрепало канадцев, скажем так. И несмотря на вот его возраст, ему, в принципе, 33, это не сильно много. Ему не 40, да, как Головкину. Но несмотря на вот этот возраст, он должен понимать, что его закат, в принципе, близок. Близок, как никогда. Да, Бенавидис очень опасный оппонент. И я думаю, что для Ламье бой закончится нокаутом. Вот. Кто думает иначе, пожалуйста, пишите в комментариях. Любые ваши комментарии поднимают мое видео в рейтингах, чтобы больше людей его увидело. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Удачных ставок. Пока.